Евангелие от Матфея, глава 13. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Избываются над ними пророчества Исаии, который говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притча Сеятеля. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу и плевелой и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевела?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». «Иную притчу сказал он им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста Мои и за реку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Еще подобно царство небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изытут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сие, пошел оттуда. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк бесчестия, разве только в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Послание апостола Павла Кремленам, глава 5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в Которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдания к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Книга Бытие, глава 13. И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Аврам имя Господа. И у лота, который ходил с Аврамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Аврам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Аврам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей, и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Авраму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри, к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомство твоему навсегда». И двинул Аврам шатер и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Псалом 13. Начальнику хора Псалом Давида «Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Т. 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 Субтитры создавал DimaTorzok